И последнее чемпионат Дальневосточного федерального округа по стрельбе и снайперской винтовке «Золотая пуля» прошел в Хабаровске. За право обладать золотым снарядом соревновались участники из разных регионов России. Однако уже 16-й год подряд заветная пуля из драгметалла не досталась никому. С подробностями Стас Михайлов. В этих соревнованиях участвуют наравне с армейскими и ведомственными снайперами гражданские лица, обладающие соответствующим оружием на законных основаниях и имеющими навык обращения с ним. Шанс есть у всех. С каждыми соревнованиями уровень подготовки сближался. На сегодняшний день уровень примерно в одной группе. Если на первых соревнованиях разница была огромная между первыми и последними, то сейчас между первым и последним местом разница будет минимальная в очках. К слову сказать, увлечение любительским снайпингом – хобби не из дешевых. Стоимость одного патрона в среднем 300 рублей. А на тренировках их расходуется не один десяток. Да и сама винтовка в среднем стоит около полумиллиона рублей. Однако энтузиастов это вовсе не останавливает. У каждого из них есть свои мотивы для занятия любимым делом. Из Якутии побороться за золото приехало два участника. Оба Александра, как и многие якутяне, увлекаются охотой и решили попробовать свои силы с профессионалами. Однако Александру Данилову удалось показать достойный результат. Первые два упражнения просто не смог даже просто пройти. Это для меня было очень сильным ударом, но бывает и хуже, видать. Но последние упражнения я уже собрался и уже более-менее так средненько начал проходить. Точные результаты соревнований недоступны для широкой аудитории, поскольку многие участники являются действующими сотрудниками спецподразделений и военнослужащими. Но с точностью можно сказать одно – золотая пуля все еще ждет своего обладателя. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.